Нил Гейман Ульяна Скородумова Все, что находила дома И как-то мне попалась под руку книга Нила Геймана История с кладбищем На авантитле книги находится следующая фраза Ты – это всегда ты И это не измена Но ты всегда меняешься И с этим также ничего не поделать Главный герой книги – Никто Оуэнс Мальчик, младенчество потерявший всю свою семью Но позже нашедший новый дом, который полностью заменил старый Во время всех событий он взрослел Менял свои хобби и интересы, цели и намерения Мне было очень интересно наблюдать за тем Как мальчик развивал себе качества и идеалы Которые сам же нашел в близком окружении Встречи с привидениями и монстрами С детьми из внешнего мира Готовили его к самому долгожданному К жизни за пределами кладбища К сожалению, он вырос У него сформировались мировоззрения и характер Ему пришлось покинуть свой дом Но он покинул его все тем же Никто Оуэнсом Мне очень нравится эта книга тем, что она не имеет определенной аудитории Маленькая девочка, сидя рядом со взрослой сестрой Отлично пройдут время, если прочитают историю с кладбищем Потому что автор смог оставить предпосылки и взрослым, и маленьким Я нашла несколько моментов, в которые были бы интересны дети Во-первых, это необычная сказка Вы часто сталкиваетесь с сюжетом, который происходит на кладбище Я лично нет, да и дети, наверное, тоже Следовательно, эта обстановка их может заинтересовать Персонажи книги не страшные монстры Здесь нет второго мира или астрала Отрицательные герои наносят минимальный ущерб Жители кладбища – это люди, которые давным-давно умерли И сейчас их дом – это могила У них есть свои заботы и дела Они общаются с друг другом Воспитывают и учат мальчика Главный наставник мальчика – это Сайлес Смотритель кладбища Он, как и Никт, мог общаться с призраками Но при этом контактировать с людьми из внешнего мира Он заботился о Никте больше всех Сайлес не только кормил, одевал, дарил книги, какие-то вещи ребенку Он давал самые важные советы и напутствие Поэтому еще одним интересным моментом для детей Могут быть отношения с Сайлеса и Никта Смотритель не давал ребенку материнской любви и заботы Редко устраивал скандалы, иногда жалел Поэтому мальчик часто сомневался Как отблагодарить наставника? Сказать ему спасибо, обнять и поцеловать Или просто улыбнуться? Действительно, детям сложно осознать то, что каждому человеку нужен разный подход Не всегда общение с мамой такое же, как и общение с папой Им нужно принять верное решение, чтобы не создать неловкого момента Есть вывод, который я сделала после повторного прочтения Возможности живых людей безграничны по сравнению с мертвыми Всю жизнь мы к чему-то стремимся Приближаемся к мечте, меняем хобби, интересы, преследуем миссию Но по итогу оказываемся здесь, на кладбище В книге жизнь его обитателей не скучная, очень даже интересная Но по сравнению с тем, что может получить и взять мальчик из внешнего мира Это только маленькая часть Меня во время прочтения, как и Никта, тянуло наружу В конце произведения юноша сказал своей маме Посмотрю мир, попаду в неприятности Выберусь из неприятностей Побываю в джунглях, увижу вулканы, пустыни и острова И людей Я хочу встретить много-много людей Разве мертвым под силу такие желания? История кладбища Нила Геймана кажется мне реальной Немного добра, теплоты, любви, честности, искренности Полученных от жизни на мрачном и тихом кладбище Но ведь люди стараются находить лучшее везде Даже в таких ситуациях К счастью, я обладаю этой сверхспособностью Поэтому верю в существование такого кладбища В небольшом городке в Англии Временами он переставал замещать мертвых Началось это месяц-два назад То ли в апреле, то ли в мае Сперва бывало изредка Теперь все чаще и чаще Мир менялся Нила Гейман История с кладбищем Рекомендую Продолжение следует... Продолжение следует...